Документы, ориентированные СОБД, как ни странно, создавались для решения задачи хранения документов. То есть документ может представлять собой достаточно сложный набор из атрибутов, которые друг в друга могут быть вложены различными секциями. Внутри этих секций могут быть еще какие-то дополнительные документы. И, собственно, для того, чтобы не моделировать слишком громоздкую реализационную структуру для данной модели хранения, были придуманы и сейчас активно используются документы, ориентированные базы данных. Однако, если бы задача заключалась исключительно в хранении документов, то можно было бы обойтись и простой файловой системой и хранить все документы в форматах ODT или DOC. Документы, ориентированные базы данных, также ставят перед собой задачу и поиска по некоторым неструктурированным данным, в которых хранятся сами документы. То есть одной из ключевых задач документоориентированных с ОБД является организация документов, хранение их таким образом, чтобы затем можно было легко осуществлять поиск по этим документам. Например, выбрать какие-либо документы, в которых есть определенная секция или набор каких-то атрибутов. Также нередко можно получить значительный выигрыш при проектировании базы данных, если мы используем документы, ориентированные с ОБД на каких-то информационных ресурсах. Как правило, это выглядит следующим образом. Главная страница сайта содержит некоторые новости, и каждая из новостей содержит также некоторое количество комментариев. И в случае документов, ориентированных с ОБД, мы можем хранить комментарии сразу же внутри документа, связанного с новостью. Таким образом, для того, чтобы получить всю информацию о некоторой новости, мы можем сделать всего один запрос к базе данных и получить по первичному ключу документ, который содержит и все комментарии, и все различные атрибуты, связанные, например, с тегами новости, с ее датой, заголовком и так далее. Все это будет храниться в одном документе, включая комментарии. Если же говорить о какой-то конкретной с ОБД, документы ориентированные, то следует отметить историю MongoDB, которая появилась и развивается в основном как инструмент для хранения данных для рекламных технологий. Как известно, значительная часть рекламы в интернете является таргетированной. И для того, чтобы обеспечить этот таргетинг, то есть обеспечить показ конкретного баннера нужному пользователю на каком-то конкретном сайте, необходимо выполнить очень быстро операции выборки одного элемента по множеству различных атрибутов, которые могут быть заданы или не заданы в какой-то конкретной схеме. И, собственно, для хранения каких-либо баннеров и особенностей пользователя часто используют MongoDB как документ, ориентированный с ОБД с нечеткой схемой хранения данных. Это позволяет обеспечить доступ к слабо структурированным документам и хранить и обновлять данные о пользовательских показах рекламы. Но также следует отметить, что несмотря на внушительную популярность MongoDB, есть и множество альтернативных решений. В частности, есть CoachDB, которая нацелена на более простое масштабирование системы.